Беерут. Зачистка следов. Статья в блогосфере «Завтра» за 6 августа 2020 года. Игорь Нагаев. Уничтожен крупный порт и зачищены следы прохождения огромных денег. Не имеет значения то, каким образом сложились все обстоятельства и умыслы, либо недосмотры, но в результате взрыва в порту Беерута. Порта больше нет, одной трети города тоже больше нет, либо она в таком состоянии, что легче снести и построить заново. Напомню, что Беерут жил огромным портом и банками. Через этот порт проходило большое количество разных грузов, включая контрабанду в виде оружия и наркоты. И разумеется, всегда вокруг порта выстраивалась во все времена одна и та же инфраструктура. Склады, гостиницы, рестораны, бордели, биржи и банки. Банки до недавнего времени все свои документы хранили исключительно в бумажном виде. Такие архивы занимают много места, поэтому очень часто под хранение документов предыдущих годов арендуют какие-либо склады. Но раз портовые склады рядом, то вполне разумно хранить там. Следовательно, взрыв уничтожил не только сам огромный порт, но и архивы банков, которые были на складах около порта. А значит, и исчезли следы банковских проводок, по которым можно было легко отследить нужные денежные потоки. Вообще-то, Ливан раньше был одним из главных банковских центров Средиземноморья и арабского мира в частности. И тот же СССР активно пользовался банковскими услугами банков Беерута и сотрудничал с ними. Например, легендарный банкер СССР и РФ Виктор Герасченко в 1967-1972 годах работал в должности заместителя управляющего, а с 1969 года управляющим отделением Московского народного банка в Бееруте, в Ливане. А в последнее время опять громко заговорили об имуществе Советского Союза, которое следует вернуть правоприемнице Советского Союза России. О том, что такая работа активизировалась, говорил недавно и наш президент. Но уводят деньги в другие страны или прячут потоки от вражеских санкций не только россияне или граждане бывшего СССР, но и другие граждане и их банки. И многие невидимые финансовые пути ведут в Ливан, ОАЭ, Гонконг и Сингапур. Напомню также, что уже несколько лет по всему миру различные весьма благополучные банкеры регулярно выпадают с крышни баскребов. То есть, чтобы уж наверняка навсегда замолчать о маршрутах конкретных денег и золота. Это же какие объемы денег можно было найти через архивы банков Беерута? Таким образом, взрыв похоронил огромнейший порт в пользу какого-то неведомого по каместь нам порта конкурента и похоронил следы огромных, незаконно кем-то спрятанных или присвоенных денег, в том числе советских. Кроме того, уничтожение такого огромного архива документов предупреждает нас о том, что заранее зачищаются следы подготовки обвала бирж перед тем, как случится обвал. В результате таких обвалов богатые становятся намного богаче, а бедные беднее. И никакой невидимой руки рынка в конкурентной борьбе, а только исключительно невидимая рука конкурентов, диверсантов и воров. А люди при таких высоких ставках жизнелюдские заказчики не считают. Людей жалко. Беерут. Зачистка следов. Игорь Нагаев.